Ну, я хотела бы определиться, наверное, год, да? Что такое год? Год для ребенка это мало, а для правительства это уже много. Это тот период, когда нужно показать результаты. Если мы проанализируем последний год, у нас поменялся парламент, у нас поменялся президент, у нас изменился генеральный прокурор новый назначен, у нас изменился глава Нацбанка, при этом у нас не меняется одно лицо, премьер-министр Украины. И, соответственно, за этот год ожидания и кредит доверия и населения, и людей, ожидания в экономической сфере, как действительно в парламентской президентской республике, от премьера. И здесь я... И у него, кстати, у премьер-министра еще гарантия на целый год, потому что ведь парламент утвердил программу действий правительства, и, соответственно, в течение года парламент не может поставить вопрос, а вот у меня не доверие. К вопросу программы также мы должны вернуться, поскольку программа была и по настоянию парламента, коалиционное соглашение, которое было разработано парламентом, оно стало неотъемлемой частью программы правительства. Только мы видим, да, после тяжелых усилий, но мы видим сейчас невыполнение коалиционного соглашения, то есть парламент может в свою очередь принимать законопроекты, но мы же понимаем, исполнительная власть, она на то и исполнительная, чтобы внедрять эти законы, разрабатывать подзаконные акты. И здесь я хотела бы продолжить мысль своей коллеге Оксаны Прона, которая сказала, что действительно во многих сферах, которые касаются регуляторной, экономической, у нас нет вот этого базиса, то есть базис у нас есть, но нет того строительного материала, который позволяет построить этот домик, и действительно, чтобы эти реформы осуществлялись. А так получается у нас, знаете, как в детской сказке про Нитнифа, Нуфнуфа и Нафнафа. Вот сейчас у меня такое ощущение, что домик, который строится, это вот соломенный домик. Вот нет, чтобы год нам строить, по каждому кирпичику отстраивать. А кто Нафнаф-наф-то, да? У нас домик строится, но фактически мы говорим о внедрении реформ. То есть мы сейчас затыкаем, в общем-то, вот так, там у нас денег не хватило, здесь мы, соответственно, урезали расходы и подняли налоги. И не могу не согласиться также с коллегой, который говорил об увеличении налоговой нагрузки. Вы помните еще этот советский, по-моему, анекдот, чтобы, как сделать, чтобы корова меньше ела и больше давала молока. То есть, соответственно, нужно больше ее доить и меньше кормить. Вот эта налоговая нагрузка, опять-таки, в количестве налогов, 9 налогов, она как матрешка. В 9 налогах еще там в каждом налоге спрятано по 3. И, естественно, в той ситуации, которая есть, мне кажется, самым основным является проведение системных реформ. И также мы не наблюдаем отказа полностью от коррупционных схем, которые были в экономической сфере. То есть заявлялось много о... А что такое системная реформа? А можно еще это существует?